Трасса 101 Приветствую, в эфире Трасса 101 Владимир Сметанин не нарушает Почти Несмотря на пандемию, продажи новых легковых авто в нашей стране растут В октябре прибавка составила в среднем 7% К аналогичному месяцу 2019 года Наиболее востребованной моделью осталась Лада Гранта На втором месте Лада Веста, причем спрос на нее подскочил на 43% Бронза досталась Киарью Также в первой пятерке Хёнде Крета и Фольксваген Поло Трасса 101 Лада, Хёнде и Киа Легковые автомобили этих марок россияне чаще всего покупают по госпрограммам Благодаря им с начала года удалось продать около 220 тысяч авто, информирует Минпромторг В основном наши соотечественники берут льготные автокредиты Лизинг был востребован в 46 тысячах случаев Еще 1800 Это программа субсидирования приобретения газомоторной техники Ранее власти заявили, что льготные программы будут продлены на 2021 год Компания Nissan запатентовала в России новый компактный кроссовер Magnite Так что его продажи могут скоро стартовать Изначально машина делалась для индийского рынка Ее длина чуть менее 4 метров Дорожный просвет 20 сантиметров Авто оснащается однолитровым трехцилиндровым бензиновым двигателем мощностью 70 лошадей Есть и турбированная версия почти на 100 лошадиных сил Трансмиссия, механика, либо вариатор Привод передний Трасса 101 Рено Калеос официально больше не продается в России Кроссовер исключили из модельного ряда французской марки Из-за низкого спроса на него За 9 месяцев было продано где-то порядка 300 штук Специалисты, кстати, ранее предрекали скорый уход с нашего рынка не Калеос, а Аркана По той же причине В ближайшие месяцы, добавлю, Рено презентует В России второе поколение Дастер Его сейчас испытывают в Тольятти Трасса 101 В сети появилось объявление о продаже ВАЗовской копейки за 3,5 миллиона рублей Это как новый Land Cruiser Prado, не в начальной комплектации Чем обусловлена такая цена? Автор объявления утверждает, что машина была выпущена в 1970 году Это первый год производства ВАЗ-2101 В основе которой, как известно, лежит 124-й ФИАТ Поэтому многие детали у копейки импортные Карбюратор, фары, рулевое управление и так далее Кстати, в Кирове тоже есть желающие продать оригинальную копейку за неплохие деньги В одном из объявлений на Авито указан ценник 300 тысяч рублей На этом все Вопросы и комментарии оставляйте на сайте Эхо Кирова До свидания Трасса 101 Редактор субтитров А.Семкин